Большому городу большой подарок. Вероятно, именно таким принципом руководствовался известный скульптор Зураб Церетели, когда преподнес дар северной столицы этот огромный памятник Петру Первому. Изначально монумент вообще установили на Исаакиевской площади, но тут же возмутилась городская общественность. Поэтому огромный памятник пришлось перенести подальше от исторического центра, сюда, на окраину Васильевского острова. Размещение подаренных памятников всегда главная боль, рассказывает директор Музея городской скульптуры. Но даренному коню смотреть в зубы как-то не принято, поэтому место находят для каждого подарка. Закон о дипломатии. Откровенно неудачных скульптур много, их стараются спрятать на окраине города. Место для каждого памятника определяет специальная комиссия при Комитете по градостроительству. Центр новыми монументами стараются не перегружать, хотя дарящая сторона часто хотела бы видеть свой презент где-нибудь на Дворцовой площади. Все хотят установить памятники в центры города, но город уже настолько, центральная его часть насыщена памятниками, что это сделать довольно сложно. А вот в районах Новостройки почему-то желание установить памятники у большинства не находится. В некоторых городах для подарков выделяют даже специальную территорию. Например, Петрозаводский и целая набережная с презентами. В Петербурге такой площадкой стал парк трехсотлетия. Так что некоторые подарки все-таки пришлись городу по вкусу. Например, вот эти 300 яблок, преподнесенных Финляндии. И, кажется, они себя прекрасно чувствуют. Так как они были завезены из района по климату похожего с нашим, из юга Финляндии, они прекрасно здесь прижились. Они плодоносят маленькими красненькими яблочками. А здесь, на Сеной площади, когда-то возвышалась башня мира. Подарили ее французам, а вот демонтировать пришлось за наш счет. Конструкция просто не выдержала знойного лета 2010 года, и ее пришлось разобрать. Но, кажется, никто из петербуржцев из-за пропажи подарка не расстроился. А некоторые подарки настолько нравятся горожанам, что их потом от этих самых горожан приходится спасать. Как вот этот мини-город, который Петербургу подарила одна крупная российская компания. Его чуть не растащили на сувениры. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь подарок, пришлось установить вот такую ограду. Рейтинг самых полезных подарков, по мнению экспертов и горожан, возглавляет статуи итальянских архитекторов на Манежной площади и Китайский сад на Литейном проспекте. Там хотя бы можно посидеть и отдохнуть в тени от суеты. Самым странным даром, пожалуй, можно назвать корейские столбы Чан Сын в парке Сосновка. Их преподнесли на юбилей Петербурга. Поначалу местные жители их просто пугались и не понимали, зачем это появилось возле их дома. Но, в отличие от нас, с вами Петербург не может передарить ненужную вещь, например, Парижу или Марселю. Подарки приходится оставлять у себя, какими странными порой они бы не были.